Очередное ЧП, связанное с пропажей ребенка, всколыхнуло Павлодарскую область. Накануне вечером по тревоге были подняты все силы полиции города. Неизвестный похитил шестилетнего мальчика прямо с игровой площадки. Подозреваемого задержали почти сразу. Он ничего, к счастью, не успел сделать ребенку. Но между тем, поиски другого насильника, который жестоко убил школьницу Настю Шарипову из села Евгеньевка, пока не дали результатов. Тело девочки нашли после двух недель поисков. Оказалось, что все это время она лежала закопанной в 250 метрах от дома, рассказывает Салават Тимирбулатулы. Этот мужчина задержан за похищение ребенка. 27-летний, ранее судимый, житель Кибастуза, теперь говорит, что раскаивается. И, как водится в таких случаях, уводит следствие от истины, чтобы избежать более сурового наказания. Хотел денег выкуп взять у родителей. Я ничего не делал с ним. Я в цели, чтобы выкуп взять. На этой игровой площадке всегда много детей. Особенно сейчас, когда у школьников наступили каникулы. Подозреваемый увел шестилетнего Вову именно отсюда, когда ребенок катался на качелях. Сейчас следователи восстанавливают всю хронологию произошедшего. Мальчик пропал накануне вечером, когда мама ушла за продуктами. Наталья рассказывает, что сразу же сообщила в полицию. Нашли ребенка за городом, недалеко от трассы. Мальчик был обнаружен сотрудниками полиции за Успенским мостом в Шалаше. Вместе с мальчиком в данном Шалаше находился мужчина 1986 года рождения. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение. Это чудовище, оно просто не успело совершить над моим ребенком ни насилия, ничего. Единственное, что он его просто заставлял употреблять алкоголь, он ему заливал его насильно алкоголь. Приртышие сотрясает одно жуткое преступление за другим. Накануне утром после двух недель поисков оперативники нашли закопанное в земле тело восьмиклассницы Насти Шариповой. Результат экспертизы – перед смертью над ребенком издевались. Была только футболка, остальные ее вещи, одежда, книги, сумка были тоже брошены в эту яму. Родители Насти обвинили в причастности к преступлению одного из местных жителей. До трагедии он украл у девочки сотовый телефон и получил условный срок. Но в полиции эту версию не подтвердили. У мужчины есть неоспоримое алиби. В чем причина? Всплеска насилия над детьми – полицейские сказать не могут. Только в Павлодарской области за последнее время произошло три преступления, связанных с педофилией и пропажей детей. Салватимир Булатула, Арман Якубов и Алексей Мельницкий. Павлодарская область.